Всем привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова, вы на моем YouTube-канале. Я эксперт по управлению реальностью с помощью своих мыслей. И в своих видео рассказываю о том, каким образом, изменив свое мышление, вы можете научиться управлять своей жизнью. И сегодня тема, наверное, одна из самых любимых всех моих учеников, потому что говорить мы будем про денежки. А кто же не любит денежки? И вот сегодня вы узнаете, что, скорее всего, если денег вам не хватает, если вы постоянно их считаете, если вы страдаете от того, что как бы на все хватило, вы деньги и не любите. И я расскажу вам о том, каким образом сделать офигенное отношение с деньгами, так чтобы у вас была самая настоящая любовушка. Поэтому подпишитесь на мой канал, если вы еще этого не сделали. Пусть это будет ваша маленькая джинь-денежка. А сегодня вы полюбите отдавать деньги и узнаете, что чем больше вы их отдаете с позитивчиком-укоражом, тем больше они к вам и приходят. Ну а перед тем, как слушать это потрясающее видео, я хочу напомнить вам о кому-то рассказать. Возможно, кто-то пришел впервые о том, что у меня есть вот такая книга, которая называется «Как изменить свою жизнь за одну книгу». В течение прочтения или прослушивания этой книги, потому что ее можно также и прослушать, я записала ее вот этим своим сладеньким голосочком лично, рассказав все, что здесь есть. А вы однозначно уже в процессе начнете понимать очень многие вещи совершенно иначе и поймете, что необходимо делать прямо сейчас, чтобы ваша жизнь начала меняться к лучшему незамедлительно. Ссылочка находится под этим видео в описании. Так что досмотрели это видео, пошли скачивать, продолжать меня слушать и менять свою жизнь. Итак, погнали. Как же устроена вообще эта вся денежная энергия? Каким образом это все работает? Прежде всего, первое, что вы должны знать про деньги, это то, что деньги – это не бумажка и не монетка, как мы привыкли об этом думать. Деньги – это всегда энергия. Почему? Почему деньги – это энергия? Ну, смотрите, дело в том, что сами по себе деньги, как бумага или как железка, не представляют для нас никакой ценности. Ну, какая разница, книжка или деньги? В чем ценность денег? Ценность денег в том, что мы можем за эти деньги приобрести. Мы обычно смотрим на красивый дом и думаем, сколько же денег он стоит? Как бы я хотела, чтобы у меня был такой дом? Или на красивую машину. И думаем, вау, какая красивая машина. Сколько, сколько она стоит? Ого! Или, ой, какие красивые сережки, какое красивое платьичко. Какой классный новый айфон! Все это у нас запечатано такой калечкой с названием «деньги». По сути, деньги нужны нам, естественно, не для того, чтобы они у нас были, а для того, чтобы мы могли иметь то, чего мы желаем. И эмоцию у нас вызывают не деньги сами по себе, а то, что за ними скрывается. Дома, машины, квартиры, красивая одежда, образ жизни. Именно из-за этого мы получаем определенный кайф. Помните, я рассказывала вам в одном из своих видео о том, что такое энергетические вибрации человека? Что человек испытывает удовольствие или огорчение со знаком плюс или минус и притягивает в свою жизнь подобное. Если вы не смотрели это видео, пожалуйста, найдите его на моем канале и посмотрите. Тогда вам станет понятно, почему так важно понимать, какие эмоции вы испытываете и, собственно, как этим научиться управлять. Так вот, большинство людей, когда смотрят на предметы какой-то роскоши или того, чего бы им хотелось, обычно огорчаются. Я не могу купить такой телефон. Ой, у меня нету столько денег. Сколько яйца стоит? Яйца 80 гривен. Вы что, все с ума посходили? Яйца 80 гривен. Ну, это же просто капец. Маршрутка сколько стоит? Вы что, бензин. Вы видели, сколько стоит бензин? Машина, сколько там нулей? Сколько миллионов? Вы что, сдурели? Сейчас 20 тысяч долларов, 25, это миллион гривен. 25 тысяч долларов, миллион гривен. Когда человек слышит миллион гривен, он практически умирает. А 25 тысяч долларов, это по сути поездка на Мальдивы не в самый лучший отель, не в самой полной семьей. На 10 дней. Так вот, что я вам хочу сказать. Что получается, что мы как бы деньги, я люблю деньги, да, я люблю деньги. Получается, деньги мы любим, но мы что делаем? Страдаем. Потому что, слыша вот эти вот цифры, глядя на ценники, мы все время расстраиваемся. Подходя на кассу, в супермаркете, расплачиваясь картой, с содроганием хочется закрыть глаза, потому что понимаешь, что сейчас там будет какая-то сумма, которая спишется с твоей карты, или с содроганием, доставая наличку и понимая, что у тебя как бы хватает на 10 лотков яиц и, собственно, все. И постоянно ты испытываешь по этому поводу страх и ужас. Кварплата, поднятие коммунальных тарифов, про отдых молчу, про шмотки молчу. Все время страдания, экономия и постоянное внутреннее ощущение не очень хороших эмоций и чувств. Каждый раз, когда вы ощущаете вот это вот не очень хорошие чувства, что же чувствует в этот момент ваша денежная энергетика. А я вам расскажу. Для того, чтобы нам было понятней с вами, я предлагаю деньги поместить в образ мужчины. Вот у нас такой мужчина, наша деньга. Вот он, такой классный, такой мужик, такая денежная энергия. Так его все и зовут. Дэн, Дэн, Дэн. О, Дэн, это же Дэн, вау, Дэн, это Дэн. И вот ты такая решаешь встретиться с Дэном. Думаешь, потяну Дэна. Окей, ты встречаешься с Дэном, ты готова любить Дэна. Это же деньги, это же вообще. И тут тебе нужно заплатить деньги. Эмоцию, которую ты испытываешь, не знаю, там, в супермаркете, ты такая, о, боже. И Дэн чувствует, что тебе вдруг с ним почему-то плохо. Ты почему-то сделала, о, боже. Дэн думает, я что-то сделал не так. Почему я ей не понравился? Почему ей со мной плохо? Вы идете дальше, заходите в магазин, вы смотрите на ценники, и вам снова становится плохо. Сколько стоит это платье? Сколько это стоят эти сапоги? Это кошмар. Вы испытываете эмоцию по отношению к Дэну. Вам плохо. Вам хочется спрятаться. Вы очень недовольны Дэном. Почему же так? Почему так дорого? Почему? Вы испытываете энергетическую вибрацию, и Дэн ощущает ее как партнер по отношению к себе, как то, что вам плохо и некомфортно. Вы чувствуете себя погоненько. Понимаете? И Дэн это тоже принимает. Дальше ваши отношения продолжаются, но каждый раз Дэн чувствует, что вам с ним плохо. В какие-то моменты вы ругаетесь на Дэна, вы говорите, что из-за него в вашей жизни все проблемы, что если бы Дэна не было, то было бы жить гораздо легче, что все, весь мир построен на Дэне, что без Дэна никуда не выйдешь, что если бы не Дэн, то, может быть, у вас было бы право на счастье. А так везде это Дэн, Дэн, Дэн. И вот вы постоянно находитесь в этом ощущении. Что считаете? Каково мужику, когда его женщина постоянно находится в этом состоянии, готовым задушить его, готовым отказаться от него, готовым хотеть быть с ним, но при этом жутко его где-то даже ненавидит. Вот, что ощущает Дэн. А теперь скажите, вы могли бы представить себе классного, нормального мужика, который обожает вас, который бежит к вам с букетами цветов, который, не знаю, все готов для вас сделать, если вы при этом все время ощущаете к нему вот эти эмоции? Да нет, он же не психбольной. Вот что происходит с денежной энергией и в реальности. Когда вы постоянно сокрушаетесь и испытываете вот эту энергетическую негативную вибрацию, вы отталкиваете от себя деньги. Они буквально не хотят к вам приходить, потому что они знают, что вам с ним плохо. А наш мозг, он умный, и он настроен только на самое хорошее. И он притягивает вашу жизнь в то, что вызывает у вас классные эмоции. И он понимает, что раз деньги вызывают у вас такие негативные эмоции этого Дэна, надо держать от вас подальше. Ваш мозг говорит, не будет ноги этого Дэна в нашем доме. Пошел вон. Раз моя хозяйка так страдает, нет. Никаких Дэна. Мы будем, и без Дэна нам будет окей. И вот таким образом вы отталкиваете от себя деньги. Каждый раз, когда к вам приходят деньги, и вы сокрушаетесь, мало не хватает, все время находитесь в напряженном состоянии, денежки начинают приходить к вам еще меньше. Помните такие ситуации, когда вы экономите, когда вам становится там что-то не окей, и вы стараетесь еще больше сжаться, еще аккуратнее смотреть, а денег становится все меньше и меньше. У вас обязательно еще и кошелек кто-то стырит, обязательно какие-то деньги с вас снимутся, обязательно вы еще попадете на какой-то лоходром-лохотрон, кто-то позвонил, что-то снял, вы как лошок глаза открыли и говорите, ну как же так, денег не было, а стало еще меньше. Потому что подобное притягивается к подобному. И если вы смотрите мои видео с законами вселенной, с техниками управления реальностью на моем канале, то вы знаете, что так все и устроено. Поэтому хотите изменить отношения с деньгами, вам необходимо влюбиться в Дэн. И каждый раз, когда Дэн появляется на вашем горизонте, даже с маленькой розочкой, с маленьким букетиком жменька семечек, вы радуетесь Дэну. Вы говорите, Дэн, я так счастлива, что мы пришли с тобой в магазин, и я могу рассчитаться тобой. Дэн, так классно, что я могу купить яйца по 80 гривен, так замечательно, что у меня есть деньги заплатить за квартиру, как круто. Вы все время испытываете оргазмическое ощущение, и Дэн понимает, что он мужик. У Дэна вырастают крылья, расправляются его плечи, и Дэн говорит, я хочу отдать тебе весь мир. Ты говоришь, ну Дэн, ну окей, хорошо, я приму весь мир, давай. Вот так все на самом деле и устроено. Еще раз хочу повторить, вы хотите наладить отношения с денежной энергией, вам просто необходимо, просто необходимо полюбить присутствие денег, как в контексте получения, так и расставания. И запомните, не бывает маленьких денег. Энергия не бывает маленькой или большой, она либо есть, либо нет. Поэтому каждую монетку, которую вы видите, вы подбираете. Вы не отдаете деньги людям, например, вы хотите отдать человеку на чай, а он морщится от того, что это мало. Не надо, не отдавайте, оставьте Дэна себе в этом случае. Но если уж отдаете, отдавайте с удовольствием. Отдавайте так, чтобы вы чувствовали, что вы богиня, вы положили на чай 10 гривен, и вы такая молодец, потому что, возможно, для вас это и не такие маленькие деньги. Не существует понятия маленьких или больших денег. Существует понятие любовь с деньгами или нелюбовь. И если вы начнете над этим работать, то вы обязательно заметите, как сильно будет меняться ваша финансовая реальность. У меня, кстати, есть целый марафон, который называется «Законы денег». Обязательно подпишитесь на меня в Instagram для того, чтобы следить, следить, когда запускаются новые марафоны. И на «Законы денег» я вам рекомендую обязательно попасть, потому что на этом марафоне мы как раз и работаем с нашими денежными моментами, энергиями, учимся выстраивать отношения, прорабатываем свои негативные убеждения, программы и делаем так, чтобы прочистить наши финансовые каналы и сделать так, чтобы Дэн мог заезжать и парковаться возле нас круглосуточно, открывать двери нашей спальни, и делать так, чтобы у нас была полная лав-лав-лав. Не забывайте о том, что все подобное приходит к подобному, поэтому делайте так, чтобы в вашей голове жили самые лучшие мысли. В вашей жизни были только самые достойные люди, которые приносили вам радость, удовольствие. Меньше кривитесь, меньше обращайте внимание на то, что вам не нравится. Сфокусируйтесь на том, что у вас хорошо, и вы увидите, что ваша жизнь начнет меняться к лучшему. Также я приглашаю вас на свой марафон, который называется «Рерайтер жизни», который стабильно стартует каждый месяц 1-го числа. Приходите, учитесь создавать жизнь своей мечты вместе со мной. Если вам было интересно это видео, пожалуйста, напишите мне комментарий, будьте благодарны. Это тоже очень мощная энергия, которая поможет вам менять свою жизнь к лучшему. Поставьте колокольчики, чтобы не пропустить мои следующие видео. Ну и, собственно, улыбайтесь, будьте счастливы, меняйте свою жизнь к лучшему. Я обязательно это почувствую.